Для этой игры супераммуниции не нужно. Главное соответствующая обувь в валенке, удобная спортивная одежда и естественно клюшка. Правила такие же, как в хоккее с мячом. Нет только положение вне игры и клюшку выше колена поднимать нельзя. На турнире по хоккею в валенках собрались спортсмены разных видов спорта. Принимают участие 4 команды, играют по круговой системе, то есть каждый с каждым. Турниры по хоккею с мячом в валенках только на первый взгляд кажутся несерьезными. На самом деле это сложный вид спорта. Валенки, кстати, ничуть не облегчают игру, а наоборот усложняют. В этом турнире впервые хоккеисты спортивной школы привычные коньки поменяли на валенки. Такой хоккей спортсменам показался значительно легче. Мы впервые в такой на валенках играем. На нашем хоккее тяжело, а на этом полегче немного. Нам нравится выигрывать. Выигрывать медали, кубки и первые места. И в этот раз команда «Звезда» воспитанников первой школы завоевала первое место. Серебро у команды «Юность». Третье место у «Кристалла» спортивная школа номер 3. Стать участником азартной игры в хоккей в валенках может каждый желающий. Спортивный комплекс «Олимпийц» ждет спортсменов ежедневно. Вовсю работает у нас каток. Дети катаются, но в основном это уже после обеда, ближе к вечеру. У нас подготовлены две спортивных площадки. Ледовый каток, где можно брать коньки на прокат. Так что соревноваться, отдыхать у нас есть где на «Олимпийце». Всех приглашаем к нам на спорткомплекс «Олимпийц». После физкультурно-оздоровительных мероприятий у нас есть возможность посетить сауну, где можно отдохнуть, расслабиться. Так что приглашаем всех, кто ведет здоровый образ жизни, кого интересуют спортивные занятия. Анна Шуркова, Серебухов, Ленинск ТВ.